В этом году в РФЦ в НИЭФ трудоустроено 487 человек, из них 231 молодой специалист и 86 выпускников техникумов. Ключевым вузом по подготовке кадров остаётся САРФТИ, но растёт и число пришедших на работу на предприятия выпускников вузов Москвы и Петербурга. В следующем году сюда планируют принять 300 молодых специалистов, и важно, чтобы для их жизни и работы были созданы комфортные условия. Молодые люди не хотят жить по двое, по трое в комнате, они хотят иметь, так сказать, своё собственное выражение, свою собственную позицию и так далее. Поэтому будем создавать рынок доходного жилья. Такие переговоры мы начали с нашими здесь компаниями строительными, и ведём этот диалог, и предлагаем им достаточно серьёзные гарантии, связанные в НИЭФе. Четыре общежития, в них живёт тысяча человек. Эти общежития либо ремонтировать надо и затратить на их ремонт приблизительно полтора миллиарда рублей с содержанием, либо создать вот этот рынок и заниматься субсидированием доплаты проживания. Не обошёл вниманием Валентин Костюков и самые обсуждаемые темы года – создание паломнического туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров» и проект «Большой Саров». Что касается последнего, по словам Валентина Ефимовича Саров, «Эрфятсвнеев», как градообразующее предприятие – один из столпов, на которых стоит юг Нижегородской области. Поэтому расположенные рядом территории должны быть интегрированы в стратегию развития города. Часть направлений уже непосредственно в зато развивать нельзя. Понимаете? Их надо развивать на близлежащих территориях. Создавать для этого условия. Вот взять, положим, инжиниринговые компании, которые задействованы, которые задействованы вне Сарова. Ну, достаточно серьёзные сложности в соответствии с законом по гостайну создаются для их участия. Мы должны создать такого рода условия, чтобы вот эти инжиниринговые компании были вот в этой зоне Б, и которые бы имели подпитку потенциала из основного города. Если говорить о кластере Арзамас Дивеева-Саров, то, по мнению Валентина Костюкова, лучше суть этого проекта отразит термин «духовность» вместо понятия «туризм». Сегодня, по словам директора Ашфяцвнеев, речь не идёт об открытии города для туристов, но ведётся активная работа именно по восстановлению духовных ценностей, в том числе через восстановление монастыря. Туризм – это вторично. Самое главное – восстановить всё то, что вот здесь, здесь веками было и реализовано. Причём восстановить его, вписываясь вот в некую такую нашу сегодняшнюю действительность. Дальше эволюционно мы посмотрим, как это будет реализовываться. Но в сегодняшней части говорить о том, что завтра мы откроем КПП и запустим сюда паломников, ну, я думаю, что это нереально. И, по крайней мере, считаю, что это и неправильно. Также Валентин Костюков рассказал журналистам, что в следующем году планируется завершить работы по реконструкции Саровского аэропорта. В строительные работы ядерный центр в НЕФ вложил 1 миллиард 300 миллионов рублей. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова